Сегодня мы с вами поговорим о защите от ультрафиолета. Мне кажется, что так как сейчас разгар лета, это тема как никогда кстати, потому что я до сих пор смотрю, насколько много заблуждений на эту тему, насколько люди все еще не разбираются и насколько люди пренебрегают защитой от ультрафиолета до сих пор. Сегодня я вам раскрою все факты, которые вам нужно знать об SPF, о защите от ультрафиолета. Мы с вами поговорим про основные мифы, развенчаем их собственно. Я надеюсь, что по окончании этого видео у вас просто уже не останется никаких вопросов. Перед тем, как мы с вами перейдем уже к самому видео, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом, вы никогда не пропустите мои новые видео. Обязательно это сделайте и давайте переходить к теме нашего сегодняшнего видео. Итак, защита от ультрафиолета. На самом деле это крайне важный вопрос, потому что ультрафиолет и солнечная радиация это главные факторы, которые способствуют старению кожи и один из самых главных факторов, который провоцирует рак кожи. Давайте зайдем немножко издалека и рассмотрим, что такое ультрафиолетовые лучи. Итак, разделяются они на UVA лучи и UVB. UVA лучи в свою очередь разделяются на две подкатегории. Это UVA 1 лучи и UVA 2 лучи. UVA лучи это как раз таки то, что провоцирует старение кожи, морщины, пигментные пятна и все, что с этим связано. Ультрафиолет где-то приблизительно на 70% состоит из UVA 1 лучей и где-то на 25% из лучей UVA 2. UVA 2 лучи как раз таки отвечают за ожоги, которые мы получаем и вот этот тип лучей провоцирует возникновение рака. Как ни странно, их количество микроскопическое всего 5%, но в то же время это очень мощные сильные лучи. Что же касается SPF защиты, то тут существует всего лишь два вида, нет, вернее три вида SPF защиты. Первый из которых это физический SPF. Смысл физического SPF заключается в том, что он находится на поверхности кожи, не впитываясь в нее и отражает лучи от вашей кожи. То есть лучи не проникают вглубь, потому что они сразу как от зеркала отражаются просто от вас. Существует только два ингредиента, которые вот таким вот физическим образом могут отражать лучи. И это диоксид титана или оксид цинка. И если вы хоть раз пользовались SPF защитой и замечали, что она оставляет по себе вот такой вот неприятный белый налет, то это как раз таки из-за того, что в состав входит один или оба эти компонента. Что же касается химической защиты, то здесь принцип заключается в том, что ее компоненты поглощают солнечную радиацию, вот эти вот ультрафиолетовые лучи и преобразуют их в небольшое количество энергии, которое не токсично для человека считается. Если вы смотрите состав вашего средства с SPF и не находите там ни диоксид титана, ни оксид цинка, это означает, что у вас химическая защита. Что касается основных минусов, то главный из них, наверное, заключается в том, что химический тип SPF больше раздражает кожу, больше на него аллергических реакций, больше на него всяких разных раздражений. Также предполагается, что химический SPF, в отличие от физического, должен впитываться в вашу кожу. И пока он не впитается, он не начнет работать. То есть до момента, когда он начинает работать, приблизительно проходит где-то 20 минут после нанесения. В то время как физически, как только вы наносите, вы сразу получаете защиту от солнца. С химическим SPF намного сложнее разобраться, потому что у него масса просто ингредиентов в его составе. И какие-то ингредиенты могут защищать только от UVB лучей, какие-то ингредиенты могут защищать вас только от UVA2 лучей. В то время как компонентов, которые защищают от UVA1 лучей, не так на самом деле много в плане химических именно компонентов. Я вам напишу, как называется тот компонент, который все-таки защищает от этого. Если этого компонента нет в составе, то скорее всего от UVA1 лучей вы не защищены. А это на самом деле 70% вообще ультрафиолета. И что самое интересное, если опять-таки в составе есть компоненты, которые защищают от UVA2 лучей, все равно на бутылочке будет написано, что UVA плюс UVB защита. Но UVA1 лучи туда не входят, но это как бы игнорируется, и большинство людей как раз-таки об этом не знает. И думают, что получают широкий спектр защиты. Что же касается уровня SPF, здесь мне кажется до сих пор еще настолько много противоречий и настолько много заблуждений. Если вы видите SPF 15 и SPF 30, SPF 30 это не значит, что вы в два раза круче защищены, чем если вы нанесете SPF 15. Вообще вот эта цифра, которая находится рядом со словом SPF, означает количество времени, которое вы можете находиться на солнце под защитой этого собственно SPF. Эту цифру нужно умножать на 10, и соответственно вы получаете количество минут, которые вы безопасно можете находиться на солнце. Если это SPF 15, это соответственно 2,5 часа, SPF 30 это 5 часов, и SPF 50 это чуть больше 8 часов. Единственный момент, который я могу здесь добавить, это то, что чем выше ваш SPF, тем чуть выше процент фильтрации от ультрафиолета. То есть если мы говорим об SPF 30, то здесь фильтруется 93% всех лучей, 30 это где-то 96-97% лучей, и SPF 50 это 98% лучей. Как видите, на самом деле разница не настолько огромная. SPF нужно выбирать в зависимости от того, как долго вы собираетесь находиться на солнце. Что же касается именно уровня защиты, если вы хотите знать, насколько хорошо вы защищены, то вам нужно смотреть не на эту цифру, которая находится рядом со словом SPF, а на указатель PA, который также обязательно находится на этикетке любого SPF. Возле обозначения PA вы всегда найдете плюсики. Это может быть от 1 до 4 плюсиков. Чем больше плюсиков, тем, соответственно, лучше защита. Самое мощное это когда PA и 4 плюса вы видите рядом. Если 3 немножко меньше, и соответственно меньше и меньше. То есть если вы хотите быть уверены, что вы очень хорошо защищены от ультрафиолета, выбирайте солнцезащитные кремы, которые PA с 4 плюсами. Теперь зная основную информацию, как же все-таки подойти к выбору, что лучше, физическая, химическая защита или смешанный тип. Здесь на самом деле вам нужно определиться самостоятельно, к какому типу SPF ваша кожа лучше реагирует, что вам больше нравится по консистенции, по удобству нанесения. То есть это зависит сугубо от вас. Но что бы вы для себя не выбрали, обязательно запомните основные правила, от которых вообще категорически нельзя отступать. SPF, какой бы он ни был замечательный и хороший, его нужно наносить в среднем каждые 2 часа. SPF на самом деле это не какой-то бронежилет, который вы надели, и вы его реально ощущаете на себе. Если вы находитесь на пляже, если вы купаетесь, если у вас физический SPF, вы можете даже где-то слегка его стереть, и все, он перестает у вас уже действовать. Вы можете где-то пропотеть, и он у вас также перестает действовать. То есть в среднем исследования показывают, что если вы каждые 2 часа наносите заново SPF, то вы гарантированно получаете защиту, на которую вы можете рассчитывать. Нанесение SPF на лицо, это должен быть последний шаг в вашем уходе. Не нужно наносить сначала, а потом наносить поверх какие-то кремы, потому что повальное большинство средств, которые вы найдете на рынке, это либо физическая защита, либо комбинированная. Если в составе есть диоксид титана или оксид цинка, то эти продукты не впитываются в ваше лицо. То есть вы создаете пленку, через которую потом никакие другие средства не проникают. Если вы замечали, что ваша кожа плохо реагирует на SPF, то есть у вас появляются какие-то раздражения, или у вас появляются прыщи потом на следующий день, то это не обязательно значит, что вы выбрали плохой крем. SPF на самом деле нужно смывать так же, как и обычную косметику декоративную, которую вы наносите на лицо. То есть если вы нанесли крем, и вам кажется, что у вас ничего на лице нет, на самом деле у вас очень плотный, такой массивный слой, который в конце дня нужно смывать средством для снятия макияжа, а потом тщательно и очень хорошо умываться. Если вы это будете делать, то в 90% случаев вы не будете получать никакие негативные последствия. Если же все-таки вы видите, что кожа плохо реагирует на SPF, и вы тщательно умываетесь, тщательно следите за своим уходом, но все равно каждый раз, когда вы используете SPF, появляется или раздражение, или прыщики, старайтесь искать SPF-защиту именно с оксидом цинка, потому что оксид цинка является наиболее, ну в кавычках, нежным ингредиентом, который меньше всего провоцирует вот такие вот негативные последствия для кожи. Важный факт тоже заключается в том, что если вы наслаиваете SPF, к примеру, вы наносите обычный прозрачный крем с SPF, потом у вас тональная основа с SPF, потом у вас еще пудра с SPF, то вы никак не добавляете себе защиту. То есть работают у вас по сути все средства эти одновременно, и то средство, которое имеет наивысшие степени SPF, то есть, ну допустим, SPF 50 какое-то из этих средств имеет, оно просто дольше всего будет работать на вашей коже, в то время как другие уже на этом этапе сдадутся. Но если вы нанесли тональную основу SPF 15, а потом пудру SPF 15, это совершенно не значит, что у вас общая защита SPF 30. И вообще я очень не советую вам полагаться на SPF именно в декоративной косметике, потому что зачастую производители заботятся о том, чтобы в первую очередь декоративная косметика выглядела визуально хорошо, на фотографиях хорошо выглядела, и они зачастую не ставят в приоритете именно качественную защиту от ультрафиолета. Они могут добавить какой-то компонент, но далеко не факт, что вы получите ту защиту, которую вам нужно. Поэтому обязательно под вашу декоративную косметику я вам все-таки рекомендую наносить обычный классический крем со SPF защитой. Единственным исключением здесь, наверное, является минеральная косметика, потому что минеральная косметика очень часто в составе имеет как раз-таки два этих компонента или один из компонентов физической защиты от ультрафиолета. По моему опыту могу сказать, что минеральная косметика действительно нормально работает в плане защиты от ультрафиолета, но опять-таки не забывайте про временной промежуток. Не думайте, что если вы с утра нанесли пудру, то она до самого вечера вас защищает. Последний и самый-самый важный факт заключается в том, что если вы наносите SPF на лицо, это не означает, что после этого вы можете вот так вот звездочкой лежать в разгар дня, там в 2 часа дня на пляже, и вам при этом ничего не будет. SPF защита не гарантирует то, что вы не сгорите, что вы не получите ожог, что все равно часть лучей не проникнет через эту защиту, которую вы нанесли. Поэтому в любом случае, если вы находитесь на активном солнце, убедитесь в том, что вы взяли с собой очки, вы взяли какую-то шляпу или кепку, что вы защищены одеждой, может быть, как-то или накидкой. Если вы на пляже, это зонтик обязательно. То есть не испытывайте судьбу, потому что ни одно средство SPF не защищает вас на все 100%. И давайте в завершение этого видео я вам покажу те средства, которые я сама использую, которые я нашла, я провела огромные исследования, чтобы понять, что работает, что не работает, что хорошо работает, потому что у меня как раз-таки тот тип кожи, когда если на лицо наносишь вот этот жирный, неприятный, плотный крем с SPF, то потом у меня просто все лицо покрывается прыщами. Что касается защиты для лица, то здесь вот это просто идеальное средство, мне очень оно нравится. Это SPF защита на водной основе от Shiseido. У нее очень легкая текстура, то есть там в середине даже такой шарик есть. И слышите, вот как бы каждый раз нужно вот так вот забивать. То есть текстура легчайшая просто. Есть легкий сначала такой едва уловимый, неприятный, возможно, запах, но быстро впитывается, абсолютно не оставляет никакую неприятную пленку. Что же касается ее характеристик, то это комбинированная защита. В ее составе есть много химических компонентов, и в том числе оксид цинка. И как я и говорила, оксид цинка это как раз-таки самый нежный компонент, который меньше всего провоцирует вот такие негативные реакции на лице. Я вот им пользуюсь с начала лета, вообще не заметила никаких негативных именно воздействий на лице. И мне кажется, он очень классно защищает. У него SPF 50 и PA+++. Покупала я это средство на ebay, и я вам оставлю ссылку на него. Оно, кстати, абсолютно недорогое, но при этом очень эффективное. Что касается декоративной косметики, то, как я и сказала, единственное средство, на которое я могу положиться в плане SPF защиты, это только минеральная косметика, минеральная пудра. Мне очень нравится минеральная пудра от КМ Косметикс. Это основа сатиновая. Здесь SPF 15, и в составе есть как диоксид титана, так и оксид цинка. То есть два компонента, которые физическим образом вас защищают. Мне очень нравится эта пудра. Действительно, я замечаю, что она работает. Но если я нахожусь на пляже, то я обязательно вся полностью покрываюсь SPF защитой, и слежу за тем, чтобы она всегда присутствовала у меня на теле. Я пользуюсь достаточно простыми средствами. Вот сейчас у меня вот такое вот средство. Это от Avon, которое защищает от UVA и UVB лучей, SPF 30 и PA++ тоже. Неплохое средство. В прошлом году пользовалась аналогичным от Faberlic. В принципе, абсолютно ничего плохого не могу сказать. Сейчас защищает. Если вы придерживаете всех правил, о которых я вам говорила, то 100% все будет хорошо. Ну вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что я эту тему для вас полностью раскрыла, и что теперь у вас не останется никаких вопросов на эту тему. Если же все-таки какие-то остались, обязательно задавайте в комментариях свои вопросы. На этом буду с вами прощаться. Не забудьте, опять-таки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Подписывайтесь на мой канал.